Стоп, цена. Сегодня народный контроль проверил цены на лекарства в государственных и частных аптеках столицы республики. Какие лекарства вы покупаете? В основном антибиотики, жаропонижающие, понимаем. Отечественные или российские? Отечественные. Лучше отечественные, потому что надежнее, что ли, и эффект видим от этих препаратов. А по цене как они? По цене главное, чтобы эффект был. Там уже цена не важна. Чтобы помогло все, чтобы вылечились. Но в основном берем для детей, конечно. И все же абсолютному большинству горожан цена, конечно же, важна. Согласно последним данным мониторинга администрации Чубаксар, за последние 4 дня средний рост цен по всем лекарственным препаратам столицы Чувашии составил более 6%. Ажиотажного спроса пока нет, но ситуацию необходимо контролировать. Мы над этим вопросом сейчас работаем. Для этого сегодня был организован наш выезд. Я думаю, сейчас мы пообщаемся с руководителями данных оптичных сетей. И этот вопрос, наверное, будет вынесен на рассмотрение или на разрешение, то есть или решение, или обсуждение на круглый стол. На уровне российского правительства определен перечень особо важных лекарственных препаратов, наценки на которые не должны превышать допустимого уровня. Под пристальным вниманием находится и тридцатка самых востребованных у населения лекарств. Мы посмотрели и государственную аптеку, и частную аптеку. Ажиотажа ни в той, ни в другой аптеках нет. Люди, в общем-то, как в обычном порядке, приобретают лекарства. Но в частной аптеке есть акция. Цены, они, во-первых, контролируются государством на жизненные необходимые лекарственные средства. Цены, конечно, между аптеками разные. Где-то в одной больше, где-то в другой меньше. Поэтому нельзя сказать, что где-то именно цена выше. Конкуренция аптек в нашем городе очень высокая. У нас очень много аптек. И вот эта конкуренция, она не позволяет кому-либо особо завышать цены. И вот в данном случае она как бы играет для населения хорошую такую роль, потому что никто не хочет повысить цену, и чтобы к нему не приходили покупатели. Покупатели придут туда, где цена ниже. Мониторинг цен на препараты из ТОП-30 будет проводиться и в дальнейшем. Любое умышленное нарушение в ценообразовании будет разбираться на уровне правоохранительных органов. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.